Привет, сегодня я вам покажу и расскажу про кокосовое масло. Я вообще, в принципе, фанатка кокосового масла. Я его ем, я и делаю из него маски, я делаю из него скрабы для губ, для ляшек, для всего просто. Я очень люблю кокосовое масло. И, естественно, в нашем магазине есть кокосовое масло, было бы глупо, потому что... Я уронил. Кокосовое масло, мне кажется, оно должно быть. Так же, как гель алоэ должен быть у каждой девочки. Кокосовое масло должно быть у каждой девочки. Вот в такой упаковке. Очень удобно, ты берешь с собой, не паришься, ты не банк, это ничего. И самое четкое это в том, что тебе не нужно лазить ложкой к нему туда внутрь, как если покупать банки. Потому что тут нормальная крышечка, и все будет хорошо. Если становится, короче, холодно, то оно становится твердо, и чтобы его разгреть, чтобы его легко было, просто на чуть-чуть в теплую воду. Но у меня он и так пока хорошо. Если его использовать на лицо... Вообще, кокосовое масло можно использовать везде. Нет никаких запрещенок, потому что, ну, ребят, это кокосовое масло. Это самый натуральный продукт, который просто очень круто питает, увлажняет твою кожу, и работает это моментально. Я очень... Ну, я прям фан, вообще просто, всеми руками. Чтобы сделать с него можно скраб для тела, для ляшек, знаете, типа антицеллювейки. Вы просто смешиваете кокосовое масло, и там мелко... Ну так, не сильно мелко, среднее, по-моему, это кофе. Обзорно. Все. Вот такой. Сейчас мы с вами на ручке. В общем, у меня руки весьма сухие, и... Но кокосим руки, и у нас будут самые-самые прекрасные ручки. Самые нежные. А еще очень круто кокосовым маслом можно делать, если вы, например, фоткаетесь, или... Ну, просто не любите хайлайтер в формате вот хайлайтера, когда у тебя прям так 50 шоков, то можно прям сделать пару масков кокосовым маслом, и оно будет очень натурально так поблескивать. И вообще, очень красиво это получается. Ну вот, смотрите, смотрите, аж глястит, все. Ну и, естественно, на губушки. У меня, как всегда, сухие губы. Это... Смелочь. И сейчас кокосовое масло сделать можно скраб для губ. Схема так же, как с ляжками, тоже. Зерна кофе перемолотые, но гораздо мельче. И еще можно сахар добавить. И так же поработать с губами. Ну вот сейчас, если питается, будет вообще пушка. Я не знаю, у всех должно быть кокосовое масло, это основа основ. Еще можно очень крутую маску сделать для волосков. Ты просто мажешь волосы кокосовым маслом. Ну, даже сейчас я их потрогаю. Руками масляные они будут такие, ух. Ты просто мажешь полностью волосы кокосовым маслом, закручиваешь накрывающим теплым полотенцем. Я сначала в шапочку, потом накрываешь теплым полотенцем, и можно еще в киноплететь, и прям как можно дольше походить, и волосы просто бомбически не пропитаются этим маслом. Ну, все это, смотри, естественно. Ну, естественно. И они будут просто восхитить. Убажаю. Я панал. Все. У всех должно быть масло. Видите, да, я только потрогала просто руками, и они сразу такие прям хорошенькие, блестящие, неплышащиеся. Ну, здесь мне стекло, что-то хоть. Что-то, хоть я не знаю, чем обмажется. И кожное лицо, даже не все. И ламбра шейку. Парик 1. Парик 1. Парик 1. Парик 1. Парик 2. Парик 2. Парик 2. Парик 2.